Терпение 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 Также Аллах говорит Тому, кто страшится предстать перед Господом своим, кто удерживает себя от страсти, поистине прибежищем тому будет рай. Коран, сура 79, аяты 40-41. Терпение Терпение в бедах означает осознание того, что мирская жизнь – это испытание. Воистину, великий Аллах испытывает веру своих рабов, чтобы отделить чистоту от нечисти и уверовавших от лицемеров. Всевышний сказал Неужели люди полагают, что оставят их в покое и не подвергнут испытанию только за то, что скажут они, уверовали мы? Коран, сура 29, аяты 1-2. Также Аллах сказал Будем испытывать мы людей страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых, которые, если постигнет их беда, говорят, поистине принадлежим мы Аллаху и поистине к Нему мы вернемся. Нет сомнения в том, что уверовавший встречает эти беды терпеливо, а порой с удовольствием и радостью, так как он знает, что эти невзгоды снисходят на него для искупления его проступков и грехов. Как сказал об этом посланник Аллаха, что бы ни коснулось мусульманина из бед, невзгод, печали, огорчений, вреда и переживаний, даже заноза, вонзившиеся в него, то этим Аллах искупает его проступки. Также он знает, что эти беды возвышают степень терпеливых рабов возле Аллаха, когда он встречает их довольствующимися и смиренными. Ведь сказал посланник Аллаха, когда раб получает от Аллаха степень, которую он достиг не благодаря своим поступкам, то Аллах испытывает его в его теле, в его семье и в его имуществе, даруя ему силу в терпеливости, пока не получит он ту степень от Аллаха. Терпение – это оружие мюрида в его борьбе против плоти. Ввиду важности и роли терпения Всевышний Аллах упомянул о нем в Коране 90 раз. Во многих местах Корана Аллах повелевает нам терпеть и призывает нас «Просите помощи у Аллаха и терпите». Коран, сура 7, аят 128. В других местах священной книги Аллах восхваляет обладателей терпения. Терпеливые в беде и нужде и во время опасности – это те, кто правдив, те, кто богобоязненен. Коран, сура 2, аят 177. В некоторых аятах Корана Аллах говорит о своей любви к терпеливым. Аллах любит терпеливых. Коран, сура 3, аят 146. Аллах также рассказывает о близости терпеливых людей к Аллаху и о своей защите и поддержке им. И говорит «Аллах с терпеливыми». Коран, сура 2, аят 153. В Коране Аллах Всевышний также обещает терпеливым полную награду. «Поистине воздастся терпеливым без счета». Коран, сура 39, аят 10. «Наставники и наставляемые достигают своей высокой степени благодаря терпеливости». Об этом Аллах сказал. «Я сделал из них предводителей, наставляющих по моему велению, когда они проявляют терпение». Коран, сура 32, аят 24. От посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, передано очень много хадисов о терпении. Пророк, алейхи саллатосалам, сказал «Не получил никто ничего более лучшего, изобильного, чем терпеливость». Также посланник Аллаха сказал «Положение верующего удивительно. Любое состояние для него благо. Такого нет ни у кого, кроме верующего. Когда его касается радость, он благодарит Аллаха, и это хорошо. А когда его настигает беда, он терпелив, и это тоже хорошо». Яхья ибн Вассаб передал слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, «Мусульманин, живущий в обществе и терпящие людские пороки, лучше, чем тот, кто не живет в обществе и не терпит их». Ибн Масуд передал «Я смотрел на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, когда он рассказывал об одном из пророков Аллаха, которого избил его народ, и он был окровавлен. А он, вытирая кровь с лица, говорил «О Аллах, наставь мой народ, поистине они не ведают». Абу Муса аль-Аш'ари сказал со слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, «Нет никого более терпеливого, чем Аллах. Ему предаются товарищей, ему приписывают сынов, а он прощает их и дарует им удел». Сподвижники последовали за пророком, алейхи вассалам, в воспитании этого качества и получили в наследство его терпеливость. Они распространяли ислам с верой, не зная отчаяния, с решимостью, не зная изнеможения, и стойкостью, не зная слабости. Потом последователи сподвижников также унаследовали этот дух терпения, и он передавался от каждого поколения до нашего дня. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, «Не перестанет группа из моей умы придерживаться истины, пока не наступит веление Аллаха в судный день, и они будут держаться за нее». Сказал Умар ибун Абдул-Азиз, когда скончался его любимый сын. «Аллах пожелал забрать его, и я прошу защиты Аллаха от того, чтобы мое желание противоречило в чем-либо желанию Аллаха». Когда имам Малик читал изречение пророка, алейхи салату ассалам, скорпион ужалил его 16 раз. Цвет лица его изменился, но не прервал он чтение из-за уважения к хадису посланника, саллиллаху алейхи вассалам. Однажды Зуннун Аль-Мисри пришел навестить больного. Когда он разговаривал с ним, то услышал стон больного и сказал, «Не верен в своей любви тот, кто не терпит его ударов». А больной ответил ему, «Напротив, не верен в своей любви тот, кто не наслаждается ударами возлюбленного». Суфии обрели великое довольство Аллаха благодаря своему терпению, и к ним полностью относятся слова Всевышнего Аллаха. Те, которые, когда коснется их несчастье, говорят, «Мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение». Коран, сура 2, аят 156. Их высшим идеалом в этом является посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, который подвергся всем испытаниям и бедам, и это только увеличивало его терпение и стойкость. Это традиция пророков и почтенных посланников. Как сказал Всевышний Аллах, «Терпи, как терпели обладатели особой решимости среди посланников». Коран, сура 46, аят 35. Всевышний Аллах завещал ему терпеливо переносить трудности призыва, тяжести пророчества и козни язычников, говоря, «Ты будь терпеливым, и терпеливость твоя благодаря Аллаху, и ты не печалься за них, и не ощущай печали за их ухищрения». Коран, сура 16, аят 3. И в завершении эти три свойства – сытк, правдивость, ихлас, чистосердечие и сабр. Терпение – это основа продвижения к Аллаху. Кто не построит на них свое стремление, тот будет оторван от Аллаха, сколько бы не утверждал, что он связан с ним. Он – остановившийся, как бы он не утверждал, что он – продвигающийся.